Давным-давно Светлые сны приснили Светлые сны приснили Светлые сны приснили Привет, ребята! Добрый вечер! Джонатан Свифт Андрей, а что это ты читаешь? Путешествие Гулливера Такая увлекательная книжка Ну хоть вкратце расскажи Может быть и я почитаю Слушай, однажды этот самый Гулливер Попал в страну лилипутов А кто эти лилипуты? Лилипуты? Ну вот смотри, это такие малюсенькие люди Как Демовочка Они его считали настоящим великаном Но это еще что? Потом Гулливер оказался в стране великанов Там все было такое огромное Деревья, птицы и даже люди А он был такой крохотный Что помещался в ладошки маленькой девочки Представляете, ребята? Ой, даже и не хочется представлять Это же так страшно Когда вокруг тебя все такое огромное А ты маленький как муравей А я бы все равно хотел бы оказаться на месте Гулливера А, хочешь чтоб тебя ворона слопала? Нет, конечно Просто я недавно видел такие фотографии Какие? Такие, как будто их фотографировал маленький Гулливер Когда был в стране великанов А что это за фотографии? Скоро увидишь Только ответь сначала Как, по-твоему, видит муравья Вот такой человечек? Ну, как видит Муравей для него, наверное, как для нас собака А роса? Роса? Как, наверное, целое ведро воды Это уж точно Трава для него, наверное, как целый лес Пчела, как вертолет И главное, что можно разглядеть то, чего раньше никогда не замечал Есть ли на глазах у пчелы, например, ресницы Если они, конечно, есть Представляешь, как это здорово? Нет, не представляю Может, ты мне, наконец, покажешь эти фотографии? Ну, конечно, покажу Что? Об Sister Кто 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 Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, вот спасибо, что показал такую красоту! Это же прямо настоящее чудо, правда, ребята? Мне даже показалось, что я тоже стал лилипутом. Только не пойму, а как можно сделать такие необыкновенные фотографии? Это называется макросъемка. Фотограф снимает очень маленький предмет как можно крупнее. И тогда можно все разглядеть. А, тогда понятно. Макросъемка. В первый раз слышу. Значит, нужно научиться макрофотографировать. Очень макро. Меня папа обязательно научит. А сейчас давай смотреть мультфильм? Давай. Что это ты делаешь? Макросъемка моей первой пятерки. Ну, разве она не прекрасна? Она просто очаровательна. Только интереснее всего, когда фотографируешь живую природу. Вот пойдем на выходных с моим папой в парк и будем учиться фотоделу. Хорошо. А напоследок покажи еще одно фото, ладно? Да, ребята, макросъемка – это просто здорово. А теперь пора прощаться. До встречи в эфире. Цветных вам снов. Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать. Он спрячется в ресницах, И будет тихо снится. И будет тихо снится. И будет тихо снится.